всем привет вы на канале cloud city с вами вадим и у нас сегодня на очереди рассказы из сборника беспринципные чтения от а до ч под авторством цыпкина боровский и абгарян название рассказов первый ночной купания второй после прочтения вам скажу как называется второй итак ночное купание сборник беспринципные чтения от а до ч среди петербургских гуманитариев гриша лугин считался грубияном и безобразником и некоторые утверждали что в этом качестве он скоро отнимет пальму первенство у самого топорова помню лугин рассказывал как однажды поехал с любовницей купаться ночью а в результате попал в отрезвитель и был изгнан с академического олимпа дело было на шиваловских озерах стояла теплая чернильная ночь рассказывал лугин матова светила луна напоминает то ли светлый циферблат то ли чуток круглую светящуюся во тьме задницу короче назначились обстоятельства вполне располагающие карнавалу лугин его подруга изрядно выпили и резвились в воде как поросята бегали прыгали брызгались лугин хватал свою подругу за всякое она как положено девушки из хорошей семьи протестовала веселым громким визгом видимо слишком громким потому что в скорости к озеру подъехал милицейский бобик включенный свет фар поймал две фигуры стоящие в воде по пояс одна со всей очевидностью принадлежала особи женского пола из бобика вывелись вылезли милиционеры сколько их было боги не помнил старший видимо он был старшим приблизился к воде и крикнул он тебя что насилует да глупо закричал лугинская подруга насилует помогите милиционеры решили помочь лугину удалось как он сам рассказывал выскользнуть из-под цвета фар через какие-то камыши на берег где его никто не ждал и на какое-то время даже оторваться от своих преследователей он как был без трусов рванул по асфальтированной дороге в сторону жилья но вскоре его стали настигать какой-то момент он услышал позади себя шум мотора и увидел надвигающийся свет фар мужчина остановитесь приказывали ему через мегафон повторяем мужчина остановитесь но лугин решил не останавливаться русские не сдается кричал он ответ и продолжал бежать из последних сил ему казалось что его несут воздушные санталии как персей из самого бога гермеса ты чё лугин в лес не смог свернуть смея спрашивали его но приплыли сочувственно вздыхал лугин колобок закатился за ламбок у меня же ноги были голые а там иголки милиционеры били его дубинками недолго без энтузиазма посмеилась в официальной бумаге который через две недели прислали на имя ректора значилось следующее 23 05 1989 года рождения гражданин лугин студент лгу был задержан дежурным патрулем на пляже шуваловского озера гражданин лугин находился в нетрезвом состоянии не мог самостоятельно передвигаться и был доставлен в медвыторезвитель номер 24 это я то не мог передвигаться возмущался лугин в кабинете декана это я декан пожилой профессор молча положил перед ним приказ об отчислении и сочувственно развел руками гоните да закричал лугин верного слугу гоните как белинского да как этого значит как его пушкина декан внимательно поглядел на него и улыбнувшись произнес пушкин в университетах не учился григорий яковлевич у него было только среднее специальное образование в результате лугин уехал доучиваться в эстонию там любили пострадавших из россии автор рассказа андрей аствацатуров и давайте сразу второй рассказ который называется про то как кенгуру живет со слоном недавно сосед алексей петренко заговорил со мной о моей бывшей жене люси проживающие ныне в сша в каком-то небольшом городке оказывается они общаются она замужем счастлива и по-прежнему пишет стихи и по воскресеньям поет в местном кафе русские романцы в связи с ее поэтическими упражнениями я вспомнил одну историю десятилетней давности я забыл многие события нашей совместной жизни но вот этот эпизод почему-то в моей памяти сохранился 1999 год время скажем так мутное я только что закончил университет женился на своей однокурснице полноватой девушки люси и моя жизнь начала стремительно набирать скорость главное не совсем понятно было что делать и основа как в школе остался наедине с самим собой вокруг опять люди в голом теперь уже голодные жалкие опасные дикари вооруженный палками-копалками и дубинами но что-то нужно было делать то ли торговать то ли писать диссертацию денег катастрофически не хватало даже на еду впрочем еды в магазинах было немного и вот приятель мой андрей степанов нашел себе и мне небольшой приработок издательство с загадочным названием тайны здоровья решила публиковать популярные книжки и поручила ему а значит нам обоим как не степанов сказал по телефону переводить с английского знаменитую сагу о строгой волшебнице мэри поппинс гонорар обещали выплатить по окончании работы деньги не безумно большие но приятные вот так удача мы сели за перевод степанов сразу назначил себя главным он был старше ну следовательно умнее помню как он систематически отчитывал меня за низкое качество перевода плохое знание английского и общее скудоумие каждый брал свою порцию глав и переводил у себя дома концы недели мы встречались и читали друг другу переведенные если надо поправляли друг друга причем в основном меня все шло по плану но в один прекрасный день работы над очередной главой я наткнулся в тексте на старое детское стихотворение коим писательница решила разнообразить прозаическое повествование я в панике позвонил степанова степанов заявил я сходу тут у меня стихи в тексте а я стихи переводить не умею что не умеешь переспросил он тут же взорвался меня не волнует твоя голова ты и выкручивайся не свое нужно переводить тебе и так все время исправлять приходится так что сделай хоть раз что-нибудь сам трубки послышалось короткие гудки потом степанов похоже слегка оттаял и перезвонил он всегда меня считал слегка туповатым и делал на эту скидку но ладно сказал он уже мягче не мучайся ну хоть попытайся если ты так ничего и не придумаешь позвоним ваня писаренко он все-таки поэт ваня писаренко возразил я авангардист он может переводить разве что какой-нибудь сен-жон перса а с детскими стихами не справиться нальем справиться решительно заявил степанов но лучше бы ты сам все сделал ладно попробую пока вечером встречаемся у меня приноси перевод я повесил трубку и вернулся к письменному столу к стихотворению стих твой не рассказывает об истории но его ковчега детские простенькие слова ковчеге каждой твари было по паре а кенгуру пары не нашлось ее поставили в пару со слоном ну вроде бы все понятно непонятно только как это изложить стихах может подумал я верлибром перевести сидел где-то час никаких мыслей так и не появилась наконец издался и позвал на помощь жену слушай люся ты ведь стихи пишешь переведи вот это у меня не получается все равно заработанные деньги будут общими а я чтоб не терять время буду дальше работать хорошо ответила люся переведу я написал и подстрочник она взяла его и отправилась на кухню рифмовать а заодно и попить кофе чисто через два часа я закончил работу и собрался идти к степанову перед уходом заглянул на кухню ключи ну что перевела перевела отвечает она как-то смущенно только знаешь нужно немножко в одном месте подправить а ерунда степанов подправит она протянула мне листок сложный в четверо спасибо ответил я сунул неглядя листок папку оделся и отправился к степанову у него дома мы раскрыли листок и я прочитал слух следующие ковчеге все живут в твоем и это каждый знает а кенгуру живет слоном такое здесь бывает степанов удивленно приподнял брови и погрузился в молчание мне даже показалось что прошла целая минута наконец я собрался с духом и сказал ну как тебе по моему неплохо только вот это слоном по моему не вполне удачно сосланом понятное дело правильное но зато в ритм не укладывается как думаешь оставим все как есть или что а он взял у меня листок со стих творением потом протянул мне его обратно и мрачно сказал знаешь ты ты этот перевод не выбрасывай мы его потом какой-нибудь авангардистский журнал отошлем стих творения спустя две недели перевел ваня писаренко получилось кстати очень неплохо но даже теперь первый люсин перевод мне нравится значительно больше а этот новый я позабыл наверное это потому что я до сих пор еще люблю люсю а заносчивый авангардист писаренко мне совершенно безразличен ну вот дорогие мои на этом сегодня все увидимся с вами завтра вы были на канале cloud city меня зовут вадим и мы продолжаем я вас продолжаю знакомить с рассказами из сборника беспринципные чтения от а до ч под редакции цыпкина боровский и обголян спасибо огромное и до новых встреч всем пока